Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол.Т.Жизнь и мы продолжаем нашу карьеру за лондонской Челси. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе. Буду рада всех там увидеть. Ну и также хотел бы вас попросить помочь мне, так как, скорее всего, мой канал попал в теневой бан. Ролики кому-то, может быть, не показываются в рекомендациях, тем более не в подписках не отображаются. Поэтому поставьте лайк на это видео, напишите комментарий, помогите мне немного хотя бы продвинуть данный видеоролик. Ну и также не забывайте подписываться на канал. Немножко нам осталось до 1300 человек на моем канале. Ну что же, сегодня у нас интересные матчи. Во-первых, это Лига Чемпионов, мы играем против Мальму на выезде. Ну и домашняя игра в кубке против Арсенала. Вот как-то так. Ну вот против, я не знаю, наверное, против Мальму и против Арсенала я и буду как раз играть первым составом. Ну а там уже посмотрим. Раз будем играть против этих двух команд первым, то значит против Брэндфорда и против Норвича там вроде был. Как-то не заметил, да. Против Норвича будем играть вторым составом. Ну и отправляемся на пресс-конференцию. Итак, минимальная победа в прошлом матче скажется на вашей стратегии на матч против Брэндфорда. Так, победа с минимальным счетом это урок для нас, ответим так. Мы показываем довольно нестабильные результаты, игроки выправят в скором времени. Игроки иногда подходят к игре расслабленно, не ощущая давления. Игроки все знают, тоже так ответим, поэтому у меня нету таких игроков, которые вот могли бы как-то вот расслабленно подходить к матчам. Все заряжены, сейчас отставание у нас в 6 очков до Манчестера Юнайтеда. Пока что красные выиграют все свои матчи. Но я, как и сказал, будем играть вторым сейчас составом против Брэндфорда. Так что посмотрим. Переменная облачность на Молтон Роуд. Поехали. Ну что же, английская премьер-лига. Восьмой тур. Брэндфорд принимает Челси. Молтон Роуд. Мы начинаем. Поехали. И Сауль. Ух, как сейчас разобрался-то испанец. Ну и забивать надо. Ну и забивать надо. И это 1-0. 13-я минута. Вот за такие ошибки нельзя прощать соперников. 1-0. Сауль забивает. Гол первый сегодня в нашем выпуске. Ну и как здесь аккуратно. Вот просто вот на испанском хладнокровии таком убрал, пробежал, ну и забил. Хорош, на самом деле, и удар вышел неудобный. Может быть там для вратаря по высоте, поэтому не получилось ничего делать. Кстати, Сауль забил дебютный гол за Челси в английской премьер-лиге. Поздравляем его с этим. Здесь уже Вернер на Пулишича. И быстро, быстро нужно выходить в атаку. Пулишич на Вернера. Вернер переброс. И это 2-0. 33-я минута. Тима Вернер увеличивает преимущество Челси в этом матче. В очень важном, по крайней мере, потому что Челси, мне кажется, сейчас, ну, трудно достать Манчестер Юнайтед на первом месте. Поэтому будут они набирать очки, чтобы укрепиться на втором, может быть, месте. А там как-нибудь потеряет по ходу сезона, надеемся, свои очки Манчестер Юнайтед. На 6 очков вроде отставания. И вот как раз 6 очков можно компенсировать в двух очных встречах против этой команды. Ну и будем надеяться на то, что еще и с другими соперниками МЮ потеряет очки. Вот, но нападающий синих сегодня даже не в стартовом составе. И вот Сауль. И вот Сауль. И какой заброс. И Вернер. Что сейчас сотворили эти двое? По голу они уже забили. И вот Вернер забивает дубль. Но Сауль ассистирует. Так что будет интересно посмотреть после матча, кто все-таки станет лучшим игроком. Потому что, ну, Сауль сам мог здесь бить. Но какую передачу он выдал. Но и гол шедевр забивает Тима Вернер. Шестой мяч немца в четырех матчах английской премьер-лиги. Вот что значит новый тренер. Вот что значит доверие, может быть, какое-то на него оказал наставник. Но немец начал реализовывать свои моменты. Ну, будет интересно. В любом случае, получится ли Вернеру, к примеру, забить хэт-трик. И Тима Вернер забивает. Этот парень забивает. И будет конкурировать с Ромелу Лукаку. Не знаю, звание ли лучшего бомбардира английской премьер-лиги этого сезона. Но, по крайней мере, в очном противостоянии таком среди нападающих Челси. Поконкурировать можно было бы. Вернер, ну шикарно здесь. Я не знаю, где сегодня защитники Брэнфорда. Но и Вернер шикарно забивает. Уже седьмой мяч в четырех матчах АПЛ. Тима Вернер. Шикарно. Шикарно. И что же будет делать Вернер? Но свои мячи-то он уже забил. А вот и передача на Пулишича подъехала. Это 5-0. 5-0. Мне кажется, абсолютно заслуженно станет лучшим игроком Тима Вернер. Он и хэт-трик забил. Еще и голевые не жадничает. Поэтому немец действительно у нас лидер команды. Особенно вот во втором составе. Ну, посмотрите. Не стал даже Пулишич бить в касание. Понимал, что время есть для того, чтобы еще и мяч подработать. А вот со вторым касанием можно уже и поразить ворота Брэнфорда. Своим видом показывает, что можно дальше продолжать играть. Пулишич на Вернера и Тима Вернер. И что он творит? Ну, что этот парень делает? Не только. Для себя-то он сделал уже все, что нужно было. Забил три мяча. Мне кажется, для него это достаточно. Но вот еще и улучшает себе личную статистику по голевым передачам. Вот он, настоящий нападающий. Который и забьет, и голевую отдаст в нужный момент. Но здесь уже полностью был отыгран вратарь. И просто на пустые отдали мяч для Кристина Пулишича. Прессингующего игрока Брэнфорда. Ну, там вроде и нарушение было. Но арбитр молчит. Вернер. Ну, все. Здесь этот парень чисто на скорости. И вот, может быть, на маунта. Да. Как я и сказал. Сегодня Вернер в огне. Три голевые. Три гола. Поучаствовал буквально во всех атаках синих сегодня. Но вот на Сауле я не помню, кто отдал голевую. Надо вот обязательно посмотреть. Но Вернер действительно хорош. Мог для себя уже увеличивать это преимущество. По голам. Догнать, может быть, Ромео Лукак у него получилось. Потому что мог он и пять мячей сегодня забить. Но отдал на маунта. Не пожалел. Финальный свисток. Челси разгромил. Брэнфорд. На выйде со счетом 7-0. Хэтрик. Маркоса. Конечно же, Алонс хотел сказать. Потому что последним там сейчас играл за него. Тима Вернер. Хэтрик. Но еще и хэтрик голевыми передачами. Сейчас мы посмотрим. Естественно, Тима Вернер будет игроком матча. Но хотелось бы посмотреть. Хотелось бы все это увидеть. Пронаблюдать. Что у нас, в принципе, по игре. Мы наиграли даже на 8 мячей. Ну и Брэнфорд. Вот мы видим на 2 мяча. Если так округлить. Но во втором тайме наиграли. Но Кепа был сегодня тоже в огне. Ни одного мяча не пропустил. Замечательно. Кстати, нет. Вы посмотрите. Вернер, оказывается, поучаствовал во всех голах. Он отдал 4 голевые передачи. 4. Пулешич тоже получает оценку 10-0. У него дубль плюс голевая. Вернер 3 плюс 4 за матч. Просто шикарно. Мне кажется, я никогда так не играл ни за одного футболиста. За всю историю FIFA. Но вот получилось. Сауль 1 плюс 1. Маунт. Забил 1 гол. И Кристенсен, кстати. Вот это вот интересно. А 8-6 получил оценку. У него 2 отбора. Из 2, я так понимаю, еще и 3 было успешных обводок. Вот точные пасы у него сегодня. Ну, молодец. И Сар тоже неплохо отыграл. 7 отборов. Почти все успешные. Вот. Ну и Ковачич отдал голевую передачу. У всех, кстати, игроков из стартового состава. Потому что сегодня играли без замены оценка выше 7-ки. Это уже меня разует. Ну что же. Лофтус Чик сдан в аренду. Краткосрочно. Он перейдет в Лейпциг 1 января. Поэтому, ну, парень нам пока что не нужен. Чисто в составе. Ну вот посмотрим. Может быть в Германии заиграет. Кстати, лучший бомбардир сейчас наш в Лиге Чемпионов это Тимо Вернер. У него 3 забитых мяча. Только Дуван Запад идет с 4-мя забитыми мячами за Аталанту. Ну что же. Нам приходит сообщение. Сауль, выходы на поле. Да почему? Почему сейчас Атлетика к нам с такими сообщениями обращается? Если у нас все замечательно. С Саулем. Вышел он и голы забивает. Ну вот странно, что об этом нам как-то вот сообщает Атлетика Мадри. Что вроде как Сауль не играет. Очень странно. Все 90 минут вот отбегал. Итак, Лукако в последнее время находится в хорошей форме. Ну, ротация очень важна, скажем так. Но Лукако выйдет обязательно. Вторая победа поможет вам приблизиться к выходу в плей-офф Лиги Чемпионов. Сможете выиграть? Мы обязаны попытаться. В любом случае, первым составом выходим против Мальмо. Вы планируете выпустить новых игроков? Все мои игроки важны. Тоже отвечу так. Но естественно, абсолютно другим составом мы будем играть. Потому что пару дней назад только сыграли против Брэндфорда. Ну что же. Посмотрим. Вроде первым составом я играл. Против Ювентуса. Мы сыграем ничего один-один. Но пропустили первые. Посмотрим, что будет сейчас у нас. Я не знаю по форме. Мне кажется, будет все-таки как-то сливаться. Вот этот голубой с синим. Поэтому давайте мы уже в желтый тогда, в гостевой отыграем. Мальмо против Челси. Третий тур Лиги Чемпионов. Поехали. Ну что же. Мальмо принимает Челси. Третий тур Лиги Чемпионов. В Челси сейчас идут вроде как на первом месте. У них 4 очка. Победа над... Я уже даже забыл. Над кем. Потому что там какая-то третья... Четвертая, точнее, команда. Вместо Зенита. В Лиге Чемпионов какую-то рандомную закинули. Но их мы обыграли. И с Ювентусом сыграли вот в ничью. 1-1. Поэтому будет интересно, как сегодня сыграем против Мальмо. И посмотрите на эту передачу. Бергет. И... Все-таки забивает Мальмо. 54-ая минута. Что сейчас происходит с Челси? Много было нереализованных моментов у гостей. Но чтобы пропустить от Мальмо... Этого я даже представить не мог. Ой-ой-ой. Какие моменты. И это 2-0. Я просто не понимаю, как... Такое вообще могло произойти. Играем первым составом в Лиге Чемпионов против слабой команды. Как будто это абсолютно два разных соперника. Два разных у меня состава. Почему вторым я обыгрываю в АПЛ 7-0? Первым не могу в Лиге Чемпионов обыграть Мальмо. Хавер, с выхода 1-1? Нет. Ну что же. Первое поражение для нас в Лиге Чемпионов. Это еще и от Мальмо на выезде. Это ужасная игра. По моментам сейчас посмотрим. Абсолютно, я считаю, незаслуженно. Вот. Но сейчас посмотрим, что по XG. Мы наиграли на 3 мяча. Мальмо на 1. То есть у них были вот эти вот моменты. Которые вот опять же я говорю. Когда-то игра начинает вот так вот ломаться и подставлять. Это очень даже плохо. Но действительно худший игрок это Минди. Потому что всего там было 2 удара в створ. Может быть. Там даже 4 удара в створ. И 2 он пропустил. Это очень плохая статистика. Но Ювентус обыграет Викторию Плезень. И мы теряем очки. Так. Чилл. Тренер. Спасибо за то время, что вы мне даете в основном составе. Я буду и дальше делать все возможное. Горжусь тобой. Но на самом деле нет. То, что проиграет 2-0 это ужас. У нас переговоры по трансферу САР прекращены. В порту мы хотели его отдать САР. Но вот в итоге как-то они там наверное не договорились. Так же у нас 6 очков отставания до МЮ. А вот лидерство у нас минимальное над третьим местом. Но в любом случае. Играем сейчас против Норвича. Надеюсь сейчас там у нас получится все-таки вторым составом добиться очередной победы. Что у нас там по бомбардирам. Ну кстати Лукако и Вернер по 7 забитых мячей. И Стерлинг уже десяточку наколотил. Поэтому сейчас надо стараться за Вернера снова забить хэтрик. Постараться как минимум. Поехали. Английская премьер лига. Интереснейший матч. Челси проиграли в лиге чемпионов со счетом 2-0 Мальмо. Обидное и досадное поражение. Обыграв действующего чемпиона. Обладатель лиги чемпионов Мальмо поднялся в глазах своих болельщиков. В принципе своей может быть игрой влюбил нейтральных болельщиков. Но вот посмотрим как в английской премьер лиге будут обстоят снова дела у Челси. Прошлый матч шикарно у них прошел. 7-0 обыграли Брэндфорд. Но вот сейчас Норвич дома. Ну а следующий матч это Кубок Англии против Арсенала. Ковачич на маунта. Тимо Вернер. Как же сейчас шикарно Тимо Вернер. Но нужно, нужно забивать. Выходить вперед. И да. Тимо Вернер обгоняет по забитым мячам. Ромелу Лукаку забивает восьмой гол. Выходит на чистое пока что второе место в английской премьер лиге по бомбардирам. Но все в принципе закономерно. Клуб идет на втором месте. И Тимо Вернер сейчас тоже на втором месте. За восемь мячей он забил за пять матчей. Это шикарная статистика. Ну и говорю же. Надо забить сегодня Вернеру хэттрик. Чтобы как минимум догнать Рахима Стерлинга. И надеяться на то, что тот не забьет в своей игре. Так, ну и интересная здесь скидка. Гилмур. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И все-таки пропускает. Маклен забивает ворота Челси. 1-1. Вот какие-то проблемы действительно у Челси в обороне. Если первый матч шикарный раскатали. То здесь буквально первый удар в створ. И снова Вернер. Но вы посмотрите, что творит этот гений. И сразу же снова выводит Челси вперед. 2-1. Дубль Тима Вернера. Вот как здесь. Вот как, как, как это могло сейчас. Просто пройти шикарный дриблинг у Тима Вернера. Ну и замечательную статистику. Он обновляет для себя. Девять мячей. В английской премьер-лиге за 5 матчей. Ну, замечательно. Тем более в команде, когда есть еще и Ромео Лукаку. И Тима Вернер. Пошел в отрыв. Ну что, это хэт-рик. Сразу же уже в первом тайме. И это хэт-рик. В самую девятку парашютом забивает Тима Вернер. Делает хэт-рик. Второй матч подряд для себя в английской премьер-лиге. Ну и забивает 10 мячей в 5 матчах. Так, маунт. Хорошая передача на Пулишича. Но и у Пулишича. Отбирает мяч. И что, это офсайд, не офсайд? Гол. В итоге гол. Просто так вот отскочил сейчас мяч. Кристиану Пулишичу. Но он, в принципе-то, и владел мячом. Вот как раз перед потерей. Мяча. Ну и тут просто шикарно мяч ему еще и отскочил. На ногу я боялся, что будет офсайд. В итоге... Сейчас посмотрим. Здесь наложного убрал. Не получилось. Но здесь как-то и офсайда как такового не было. Потому что не касался мяча тот же Маунт, тот же Вернер. Сами игроки Норвича мяч вот так вот отрикошетили на Пулишича. Финальный сысток. 4-1. Вот почему действительно вот эти два мяча бы из этой встречи переместить в матч Мальмио-Челси. Но в итоге не получилось. Посмотрим, что у нас по XG. А счет, кстати, после перерыва так и не изменился. 4-1 вроде так и было. Мы наиграли на 4 мяча. Но и вот Норвич. Поэтому все здесь абсолютно заслужено. По XG. Ребята молодцы. Снова лучшего игрока, скорее всего, получит Тима Вернер. Да, у него три гола. Пулишич гол плюс пас. Маунт отдал голевую. И Сауль. Ну что же, у нас последняя игра на сегодня. Это лондонская дерби, если можно так сказать. Челси против Арсенала. Еще и в Кубке Англии. Посмотрим. Ну, Карабао Кап. Итак, сможет ли Арсенал пройти в следующий раунд Карабао Кап? Игра будет непростой. Ответим так. В прошлой игре вы одержали блестительную победу. Команда великолепно играла. Насчет Арсенала и его настроя я не знаю. Так, нестабильные результаты. Но, ребята, я надеюсь, действительно выправят игру в будущем. Посмотрим. Ну и сейчас Челси Арсенал. Интересно посмотреть, что из этого выйдет. Лукаку против Абуми Янга оба по 7 мячей забили в английской премьер-лигии. Посмотрим. Поехали. Ну что же, Челси против Арсенала. Перформанс, как мы видим, от болельщиков. Челси – это Петер Чех. Но мы помним, куда после, так сказать, своей карьеры в лондонском Челси перешел Петер Чех именно в Арсенал. Но сейчас уже этот вратарь, естественно, закончил карьеру. Но в любом случае, как мне кажется, запомнился больше всем именно игрой за лондонское Челси, нежели чем за Арсенал. Лукаку. Какой заброс на Жоржинио. И... Нет. Рамсдейл. Шикарно сделал сейв. На четвертой уже минуте Челси могли выходить вперед, но очень хорошая игра вратаря гостей. Последние 15 минут мы видим два удара. Владение 78 на 22. Рикардо Перрейро. И все-таки забивает. Наконец-то мой первый состав забил за сегодня. И это сделал Кай Хаверс. И выводит нас вперед. Буквально перед самым, можно сказать, перерывом. 5 минут до конца. Счет 1-0. Супер. Вернер. Неплохо. Через Жоржинио. Жоржинио прострел. И здесь Диеш 2-0. Наконец-то. Вот, я не знаю, более-менее начала у нас атака развиваться вот так в положительном ракурсе после замены как раз Лукаку на Вернера. Поэтому с Тимом Вернером, мне кажется, будет у нас преобразовываться команда. А Лукаку как-то меня вот не впечатляет. И все, финальный свисток. Уверенная домашняя победа Чиоса над Арсеналом в Кубке Карабао. Ребята молодцы. Но есть у меня вопросы к нашим нападающим второго состава. Почему так играют? Особенно Лукаку. Пришлось его даже сегодня заменить. Ну, Эдуард Минди сегодня нас спасал, как только мог. На 5 мячей мы наиграли. На 1 мяч Арсенал все-таки тоже. Поэтому победа 2-0. Считаю абсолютно заслуженная. Ребята молодцы. Ну и что же. Лучшим игроком признан Кай Хаверц. Он забил первый мяч. Потом Минди. Сколько у него? Всего было 4 удара. 2 в створ и 2 сейва. Поэтому замечательно. Поэтому ребята действительно молодцы. Ну что же. А следующим нашим соперником может быть либо Манчестер Юнайтед, либо Вестхэм, либо Бристоль Роверс. Я бы вообще согласился на это. Тоттенхэм, Бристоль Сити, Ливерпуль, либо Эвертон. Ну вот. Бристоль можно было. Или Бристол Сити. И Бристол Роверс. Было бы вообще замечательно. Так. У нас изменения в расписании. Скорее всего там уже известен наш следующий соперник. По Кубку Карабао. Давайте я сразу бы и посмотрел. Так, это все чемпионат. Это все. Так. Ну вот кубок. Просмотр встречи. И мы серьезно будем играть с Ливерпулем. Я не знаю, это кубок Англии или все-таки кубок Карабао. Нет. Кубок Карабао. Нам попадается именно Ливерпуль. А Бристоль будет играть против Бристоля. Вот это замечательно. Сити против Роверса. Ну в принципе равно. Чтобы интерес какой-то был. Ну вот в полуфинале сыграет одна из этих команд. Ну и нам бы желательно пройти в полуфинал. Ну что же. Кстати. Сборная Англии предлагает нам стать главным тренером. Это просто замечательно. Но я в любом случае отклоняю. Хоть и тренирую команду из этой стороны. В любом случае. Времени на матчи Англии. Вот именно сборной у меня не будет. Вот. Кстати. Смотрите. Как. Так вышло. Отставание. В 6 очков. Манчестер и Нейт скорее всего проиграли. Кому-то в АПЛ. И потеряли очки. Я сейчас посмотрю с кем они играли. Манчестер 2-0 проиграл дома Ливерпулю. Ну это замечательно. Это вообще супер. Лучший бомбардир сейчас. Стерлинг и Вернер. По 10 у них забитых мячей. Все замечательно. Ну и на этом мы заканчиваем. Ребят. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик. Чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну с вами был Андрей. И канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч. Друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok